Приветствую, друзья, Ирина Правдивцева. Сегодня я снимаюсь за городом в деревне Барзые. Предупреждаю, здесь я тоже оборзела. Кстати, вот такие прелестные окраины здесь. И я нашла интересное место на карте. Меня уже переодели в инфернальный наряд, наклеили накладные ногти. И, конечно же, в таком виде. Ну как я могу просто сидеть на съемочной площадке? Понимаете, жизнь идет. Нужно использовать каждый шанс. Я упросила водителя поехать со мной в парк во время съемки. Мой администратор был немного в шоке, но все же подумал, что лучше меня отпустить. Вы не представляете, где я оказалась. Посмотрите, это настоящие каменные скульптуры. А камень – это одна из моих страстей. Я не ожидала, что это окажется вблизи Москвы. Затем я заметила вот такое хозяйство, ну а потом меня заметила хозяйка. Конечно, среди этих белых милых козочек и белых гусей сложно было не заметить меня во всем черным. С черными волосами, с черными накладными ногтями. Ну прямо из чадии ада в сонме белых скульптур. Но я же актриса и ведущая, поэтому решила с ней познакомиться и узнала удивительную историю. Здравствуйте, меня зовут Елена Казанцева. Елена Казанцева у нас дочь скульптора в парке, где я сейчас нахожусь. Я, конечно, в инфернальном наряде, у меня съемочный день. Но я просто не смогла, увидев на карте, такое место не прийти. Расскажите, как оно создавалось? В 91-м году мой отец, скульптор Сергей Сергеевич Казанцев, приехал сюда в деревню Варзе. Получил сначала полгектара земли и решил создавать здесь музей, парк для людей, открытый для всех желающих. Все, что вы здесь видите, абсолютно все было создано руками отца, человека одного, на его средства собственные. Все скульптуры были созданы Сергея Сергеевича. Он скульптор, который работает в мраморе. Вот здесь вот три работы мраморные стоят, вот прекрасные девушки. Можно подойти поближе посмотреть. То есть вот это мраморная работа. Я не мраморная. Вот здесь мраморная работа я была. Шестиклый и Серафин. Я в исторке. Я совершенно случайно попала в этот парк и встретив здесь дочь скульптора Сергея Казанцева, а затем его самого, вот он, кстати, стоит. Я теперь оказалась внутри. И здесь еще более впечатляющая атмосфера. Здесь такое творчество, ребята. А вот и сам автор Сергей Сергеевич Казанцев. Меня уже вызывают администратор на площадку, но мне хотя бы немного хотелось поговорить с ним. Подождите, я вот хочу уточнить. Это вы? Все своими руками? То есть вы творец, Сергеевич? Ну я приехал здесь в Угор был и даже ни одного деревца не было. Скажите, с какого возраста вы начинали вот это все дело? Я начинал с лет 13. А вам сейчас сколько? Мне 80 через год. Я уже все, ветеран. В 11 у меня умер отец, я был беспризонник из Александрова. Да, это вот город? Где находится такое название? Город, наверное, можно быть в любой области. 101-й километр от Москвы. А, ну это вы знаете. В Соблине Ярославль. Это ходила в церковь со мной. Шла, мне 4 года. Она меня с собой. Ну вот я заметила, что библейский сюжет у нас очень много из библейского сюжета. Вот Серафима, Мадонна, Сусу. Ну, уважение мне мать. И когда пошли мы, я с ребятами поступать на свадщиках, она мне сказала, что если поступишь, домой не приходите. То есть она хотела, чтобы вы творили. Так, нам пора, потому что нас вызывают. Да, очень интересно, но нам пора ехать на площадку. У меня съемка. Вот это кино. Баба, и на экране твой любимый герой. Он самый лучший парень на свете. Вот что значит духовная пища. Сразу поела, настроение поднялось. Такие мероприятия могут сейчас культурно обогатить. Поэтому и не хочу я уйти отсюда. Да, спасибо водителю, что поддержал мероприятие. Люблю легких на подъемы людей. А вы?